Победители проекта Arctic School готовятся к глобальным переменам. В некоторых мурманских школах уже начались активные работы по реставрации помещений. Посетить их со своей традиционной проверкой решили представители власти. Сотрудники школы просят нас быть осторожнее при входе в кабинет технологии Мурманской гимназии номер один. Сейчас тут царит большой беспорядок, ведь к ремонтным работам приступили совсем недавно. О модернизации помещения учителя и школьники мечтали уже давно. Старая мебель и древние станки совсем не годились для такого продвинутого образовательного учреждения. Сити-менеджер Евгений Никора проверил ход работ и дал несколько советов по их грамотной организации. Работу надо организовать в три смены, по сути. В три смены подрядчики, которые придут, которые выиграют конкурсные процедуры, должны организовать работу чётко по графику, чтобы мы 15-20 августа уже видели результат. Не просто всё сделано, да, уже всё вымыто, начищено и готово к началу учебного процесса. Свои эксклюзивные проекты представили 83 образовательных учреждения из 15 муниципальных образований. Победу одержали 56 школ. Конкурсный отбор проходил в три этапа и, что немаловажно, непосредственно участие принимали сами ученики. В большинстве школ дети включились активно в работу по выбору тех пространств, которые нужно преобразовать. И, конечно же, сами разрабатывали дизайн-проекты и защищали их. Размер грантов школам Мурманской области по программе Arctic School составляет до 5 миллионов рублей. Стоит отметить, что обязательным является софинансирование из иных источников – спонсорских муниципальных внебюджетных фондов самих школ в размере не менее 2%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!